Инструкция, как купить дачу с землей. Вы хотите купить дачу на вторичке и уже нашли дом, который вам понравился? Я расскажу вам, что нужно делать дальше, как проверить дом и участок перед покупкой. С вами, как всегда, юрист и эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Поехали! Начну с того, что вы подобрали подходящий участок с дачным домом в садоводстве СНТ или дачном поселке ДНП. Их состояние вас устраивает, так что перед вами стоит задача проверить выбранный объект на предмет рисков покупки и возможностей пользоваться дачей по прямому назначению, без каких-либо ограничений и условностей. Итак, основные шаги. Шаг 1. Запросите у продавца документы. Вас должны интересовать документы на участок, дом, а также копия паспорта продавца. Обязательно нужно выяснить ситуацию с коммуникациями. 1. Запросите договор или справку, подтверждающую выделение мощностей и подключение электричества к участку. 2. Схему водоснабжения. 3. Узнаете, есть ли центральный водопровод, зимний или летний. 4. Какую глубину скважины или колодицу у соседей. 5. Можно ли подключить магистральный газ и сколько это будет стоить. 6. Проведена ли централизованная канализация. В большинстве случаев у продавца есть документы только на подключение электричества. 6. Вопросы по остальным коммуникациям лучше задавать председателю СНТ или ДНП и будущим соседям. 7. Кроме того, необходимо узнать контакты председателя СНТ или ДНП, размеры членских взносов, контакты с соседей. 8. В идеальной ситуации продавец не должен ничего скрывать, дать внятные ответы на поставленные вами вопросы и предоставить вам сканы или ксерокопии следующих документов. 1. На участок. Это актуальная выписка из ЕГРН или свидетельство о государственной регистрации права и кадастровый паспорт земельного участка. 2. Документы основания возникновения права. Это может быть договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о правильном наследстве, постановление о предоставлении участка, решение суда и т.д. 2. На дом. Актуальная выписка из ЕГРН или свидетельство о государственной регистрации права и кадастровый или технический паспорт дома. Если же продавец строил дом самостоятельно, то нужны документы основания, возникновения, права, декларация об объекте недвижимого имущества или технический план здания, технический паспорт дома. У объектов право собственности, на которое оформлено после 1 января 2017 года, должен быть технический план здания. Третье. В случае, если на участке зарегистрированный жилой дом, обязательно следует запросить у продавца домовую книгу, в которой будут указаны лица, зарегистрированные по данному адресу. Четвертое. На продавца. Посмотрите его паспорт, а также информацию о семейном положении на момент приобретения им участка дома и на текущий момент. Дачи, которые предлагается переоформить по садовой книжке, то есть право собственности не зарегистрировано, или купить через оформление доли в большом участке, в долевую собственность, можно даже не рассматривать. Несмотря ни на какие заверения продавца, что он все поможет оформить уже на ваше имя, такая сделка, на мой взгляд, слишком рискованна. В итоге вы можете полностью оплатить участок, но так и не оформить на него ваше право собственности. Шаг 2. Соберите информацию о садоводстве и окружающей территории. Основные источники – сайт администрации района, сайт садоводства или группа садоводства в социальных сетях. Можно просто погуглить информацию в поисковых системах. Сосредоточьтесь на двух важных вопросах. 1. Перспектива развития окружающей территории. Вам это нужно, чтобы понять риски появления свалок, строительства, вредных производств или автомагистралей. 2. Отсутствие двоевластия или внутренних военных конфликтов в правлении садоводства или дачного поселка и каких-либо инициативных групп садоводов. Такие внутренние конфликты зачастую приводят к неудовлетворительному обслуживанию дачного поселка. 3. Зимой дороги не расчищены, собираемый взносов низкая и так далее. Шаг 3. Уточните информацию о садоводстве в правлении. Выясните, есть ли коммуникации, в каком они состоянии, как обеспечивается безопасность. Рекомендую встретиться с председателем СНТ. Возможно, с соседями и поговорить о доме, который вы выбрали. Соседях, подключенных к дому в коммуникациях, о размере взносов, имеющихся в задолженностях. Здесь важные вопросы такие. Темные следы в истории участка и дома. 2. Долг по членским или целевым взносам. 3. Электричество. Сколько киловатт выделено? Есть ли прямой договор с бытовой компанией? Если нет, то чем подтверждается выделенное количество киловатт? Можно уточнить у соседей, хватает ли им электричества в пиковые периоды. Особенно в дни праздников и зимой, когда потребление электричества максимально. 4. Источник водоснабжения. Колодец, свая скважина, коллективная скважина, поселковый водопровод, качество воды, есть ли анализы на пригодность воды для питья. 5. Газопровод. Есть ли он и можно ли подключить? Стоимость подключения, соответственно. 6. Охрана территории и расчистка дорог в зимнее время. В некоторых садоводствах есть серьезные проблемы с электричеством и питьевой водой. Садоводы вынуждены привозить питьевую воду из города и в пиковые часы перегрузки электросетей пользоваться бензиновыми генераторами. Согласитесь, это существенный минус, если вы хотите беззаботно отдыхать на своей даче. Шаг 4. Проверьте предоставленные сведения через электронные базы данных. Привлеките кадастрового инженера. Вы можете самостоятельно запросить бумажные выписки из ЯГРН на участок и дом. Шаг 5. Проверьте соответствие предоставленных продавцом документов, сведениям, содержащих в базе данных Росреестра, омежевание, отсутствие наложения смежных участков, площади, адресе, категории и номиновании объектов и т.д. Внимательно изучите документы, дающие основания для возникновения права собственника у нынешнего продавца и историю перехода прав по объектам, участку и дому, на предмет возможных рисков. Шаг 6. Убедиться, что продавец не является банкротом через единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Шаг 7. Проверить, участок ли СНТ или продавец каких-либо судебных разбирательств, в какой роли. Шаг 8. Произвести вынос границ земельного участка, чтобы проверить отсутствие наложения границ со смежными участками, заборами соседей. Шаг 9. Проверить, нет ли нарушения расположения дома на участке в противопожарном и градостроительном нормах. Если информация, которую вы получили по результатам первых четырех шагов, вас полностью устраивает, то можно организовать сделку. Шаг 5. Согласуйте условия сделки по покупке дачи. Заранее согласуйте с продавцом месту, форму и порядок расчетов, ячейка, кредитив, депозит, форму договора, нотариальная или простая письменная, ППФ. Способы подачи документов на государственную регистрацию, сроки передачи участка и дома, разделение расходов на проведение сделки. И, наконец, шаг 6. Проведение сделки в соответствии с согласованными ранее условиями. Подпишите договор купли-продажи и зарегистрируйте его в Росреестре. Если видео понравилось, давайте поставим ему лайк. Если есть что спросить, пишите ваши вопросы в комментариях, я обязательно почитаю и при возможности на них отвечу. Пока. Продолжение следует...